Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, работы скульпторов. Мартин Ван Хемскерк. Панорама с похищением Елены и чудесами древнего мира. 1535 год. Холст масла 147 на 383. Достаточно большая работа по размеру. Мартин Ван Хемскерк. Крупный голландский художник эпохи Ренессанса, добившийся больших высот в передаче колорита, рисунки и знания анатомии. Представленное произведение написано во время его пребывания в Италии. Изучение шедевров античных мастеров влило на индивидуальную манеру живописца. Полотна периода 1532-1536 годов отмечены манилистически неустойчивой композицией, тяготением к вычурности и пестроте. После автрактовки персонажей появляется преувеличенная аффектация жестов и изломанная поза. Эту картину художник написал в дополнение к знаменитой коллекции древности кардинала Пиори Дольфо. Он интерпретировал миф о похищении Елены Троянской, жены греческого царя Менелая, в торжественном ключе, задействовав знаменитые памятники римской архитектуры и величественные итальянские ландшафты. Пейзаж воплощает синтетический образ Земли в целом. Грандиозная панорама воспроизводит беспредельные просторы неба, земли, цветущих лугов рек, уводящие взгляд к горизонту, где высятся горные вершины. Желание продемонстрировать все разнообразие природы, наделенные поистине райской красотой, основано на стремлении выявить пантеистическую гармонию бытия. Ну вот, такое описание к работе Мартина Ван Хемскерка. Панорама с похищениями Елены и чудесами древнего мира я нашел в интернете. Текст по книге Великие музеи мира. Пока-пока. До свидания. Всего хорошего.